Добрый вечер и добро пожаловать на то, что мы называем особенным выпуском Такера Карлсона сегодня вечером. Счастливого дня благодарения. В этом году есть за что быть благодарным. Очевидно, наши семьи – основа всего, наши друзья, наш образ жизни, да, наши собаки. Мы также должны всегда быть благодарны за величие и красоту природы. Она окружает нас со всех сторон, а животные – это часть природы. Мы много говорили о них на протяжении многих лет. Мы не шоу природы, но мы не можем устоять. Например, недавно мы разговаривали с одной, которую нам нравится называть цыплячьей леди. Она пришла в ужас, когда полностью дискредитированные бюрократы из ЦГЗ сказали, что мы должны перестать находиться рядом с нашими птицами. И поскольку сегодня день благодарения, день, который в каком-то смысле празднует все, что дают нам птицы, мы подумали, что возродим это интервью. Вот оно. Мы рады видеть ее сегодня вечером. Тара. Большое спасибо, что пришли. О, какая хорошенькая птичка. Так как поживаете? Такое ощущение, что ЦГЗ выделил вас для критики. Как вы себя чувствуете? Я небольшая его поклонница, потому что я занимаюсь курицей с тех пор, как мне исполнилось около четырех лет. И я целовала их, прижимала к себе, утыкалась в них лицом, и я в порядке. С людьми вокруг меня все в порядке, и я не вижу в этом проблемы. Люди, вы живете так, как привыкли жить люди. У людей долгая история общения с домашней птицей. Это одомашненное животное, не так ли? Как вы думаете, почему сейчас возникла такая озабоченность? Почему они преследуют вас именно сейчас? ЦГЗ? Я думаю, что, возможно, они просто ищут что-то еще, чтобы контролировать. А я не большой поклонник и не поддерживаю это. Так что я просто буду продолжать делать то, что я делаю. Я буду продолжать любить своих птиц и показывать им свою привязанность. Расскажите нам, что вы делаете с этими птицами. А эта птица кто такая? Это Шейла? Нет, 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 это не Шейла. Это плохой мальчик. Ореол. Это один из моих петухов, которого я вылупила еще в феврале. И он, по сути, просто делает мне детей. И он очень важен в моем стаде. Что же это за домашнее животное? Для думающих людей люди думают о цыплятах, как о яйцах и обеде. Вы описываете совершенно новый взгляд на цыплят. Хорошие ли они домашние животные? Я полностью поддерживаю каждого, у кого в жизни есть курица. Они намного умнее, чем люди думают. У них есть система распознавания лиц. Они точно знают, кто я, когда я подъезжаю к своему дому. Они просто повсюду замечательные домашние животные. У них удивительные личности, и люди здесь говорят, что они тупые и глупые, но это не так. Даже на секунду. Поэтому я должен спросить вас, так как вы энтузиаст и эксперт. Кто-то сказал мне, что цыплята такие тупые, если загнать их лицом в угол, они не смогут выбраться. Это правда? Кто бы это ни придумал, он имеет что-то против птиц, и это совсем неправда. Они точно знают, что делать. Иногда они застревают в углах, но по большей части они могут разобраться. Сколько их? Вы меня полностью покорили. Кстати, я буду честен с вами. Сколько у вас цыплят? У меня есть 30. Вы живете в сельской местности? Да, так что я живу скорее на окраине города. И у меня там около 22 акров земли, и все они живут там вместе со мной. Это они? Последний вопрос. Это домашние птицы? Я стараюсь не спрашивать. Они спят на кровати. Но спят ли они на кровати? Поэтому, когда у меня появляются цыплята, когда я высиживаю цыплят, я, как известно, приношу их внутрь. Я заверну их в полотенце, и они будут спать рядом со мной. И это будет похоже на куриное буррито. И иногда они заходят внутрь, например, если мне нужно их помыть, почистить или что-то в этом роде. Но внутри им довольно комфортно. Я такой верующий. Тара, большое вам спасибо, что пришли сегодня вечером. Это было здорово. Рад вас видеть. Всегда пожалуйста. Спасибо, что пригласили меня. Так что вы можете хотя бы представить себя рядом с курицей. Они не такие уж угрожающие, а скорее с медведем. Нет, не добровольно. Недавно мы разговаривали с борцом из колледжа, у которого был совершенно неожиданный опыт общения с медведем, и он оказался героем, когда это имело значение. Смотрите. Большинство людей видят медведя, особенно на западе, где он законно опасен и убегает. Вы напали на медведя. Почему вы решили это сделать? Это верно. Я просто не мог смотреть, как медведь нападает на моего товарища по команде. Я видел это прямо над ним, и я не мог этого допустить. Я должен был вмешаться и что-то сделать. Поэтому я подошел к нему, схватил его за ухо и потянул за него. А затем медведь обратил свое внимание на меня и напал на меня. Что сделал медведь? Я имею в виду. Я думаю, если вы потянете медведя за ухо, вы должны ожидать, что медведь нападет на вас. Вы все равно знали, что сделали это. Я просто думаю, что это абсолютно героично и так впечатляюще. Что сделал медведь? Как он напал на вас? Когда я потянул его за ухо, он посмотрел прямо на меня, и у меня ёкнуло сердце. Я сделал несколько шагов назад, а затем медведь просто бросился вперед, повалил меня на землю, прижал к деревьям и начал нападать на меня, немного кусая мои руки и ноги. И это оставило меня в покое. А потом я откликнул своего приятеля, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. А потом медведь вернулся и снова напал на меня. Он вцепился мне в голову и в лицо вот здесь, а потом я просто лежал там безжизненный. И он снова ушел. И на этот раз я дал ему две или три минуты, прежде чем встал и начал спускаться с горы, истекая кровью от нападения медведя. Это экстраординарная история. Как ваши травмы? Как ваши руки? Как ваша голова? У меня колотые раны на ногах и на руках, а затем на руке здесь. И у меня около 60 скоб в голове, а затем еще один большой старый след от укуса на щеке. И я думаю, что мне наложили сотни швов. Я надеюсь, что дома вас встретят как героя. В Вайоминге это до сих пор считается впечатляющим поведением, не так ли? Да, у них были пожарные машины, полицейские машины и все такое прочее. Когда я вернулся? Я вернулся домой вполне заслуженно. Я должен спросить. Вы всегда слышите о нападениях медведей и о людях, которые выживают. Я не думаю, что большинство из них выживают, но те, кого вы спасаете, всегда говорят, что у медведя ужасное дыхание. Это правда? Это очень верно. Я не знаю, чем его ели раньше, но это было дыхание. Это то, что я запомню. Это было противно. Я начинаю смеяться, когда медведь засунул вашу голову себе в пасть. Вы, должно быть, думали, что умрете. Он вас грызет. Я это сделал. Да, на мгновение я подумал, что умру, лежа там, но думаю, мое время еще не пришло. У меня были отличные товарищи по команде Харрисон. Они просто рады за меня, рады, что я жив. И они сказали, что я всегда был из тех детей, которые ставят свою жизнь выше чужой. Да, но нападать на медведей и гризли довольно приятно. Это уже переходит все границы. За это меня называют сумасшедшим. Они говорят, что я сумасшедший из-за этого. Мне это нравится. И я хотел бы, чтобы у нас было побольше таких мужчин, как вы. Поэтому мы стараемся избегать истории о змеях, потому что они просто слишком холодны для нас. Но когда вы сталкиваетесь с человеком, известным как ковбой-питон, вы останавливаетесь и слушаете. И мы действительно слушали этого человека. Он очень популярен в социальных сетях. Он объяснил, как ловят питонов, выверглеть с флориды, пытаясь восстановить баланс в тамошней природе. Некоторых из этих питонов по-настоящему превращают в вяленое мясо питона. Вот это интервью. Его зовут Майк Киммель. Он охотник, известный во Флориде как ковбой-питон, и мы рады видеть его сегодня вечером. Мистер Киммель, большое спасибо, что пришли. Так каков же ваш план борьбы с переизбытком питонов во Флориде? Это действительно не только мой план. В нем замешано много людей, и нам нужна охота, и мы должны убрать их. И у государства прямо сейчас есть различные программы для этого. Но нам нужна дополнительная помощь. Нам нужно вовлечение широкой общественности. И вы знаете, мы делаем все возможное, чтобы стимулировать это. Ну и что с того? Одна из основных этических заповедей охоты гласит. Ешь то, что убиваешь. Вы едите питона? Да, сэр, абсолютно. И если я его не съем, я определенно воспользуюсь им. Вы можете съесть только столько змей. Чтобы вы знали, все, что я не ем сам, я скармливаю своим различным спасателям дикой природы и домашним искотов. У меня есть... Само собой разумеется, что на вкус это как курица. Так что я даже не собираюсь вас спрашивать. Но скажите мне, как трудно охотиться на питона и насколько опасно. Это определенно нелегко. Это труд любви. Это то, к чему вы должны быть увлечены, то, что вы знаете, чтобы у вас была мотивация. Я обычно выезжаю туда на 3-5 дней за раз. Я сплю на болоте и охочу на этих инвазивных змей, либо на лодке, либо в своем заказном грузовике, где я езжу по этим дамбам, которые тянутся в болото. И я ищу этих змей, пока они охотятся на нашу местную дикую природу. Похоже, они охотятся за вами. Или я смотрю видео с кровью на вашей руке. Вас укусил питон. На что это было похоже? Да, иногда работа становится немного грязной, немного опасной, и это всего лишь ее часть. Недавно я поймал большого почти 18-футового питона весом 135 фунтов, и он бросился на меня. Я смог увернуться от его удара, но он нанес мне еще один быстрый полудар. Я не ожидал, что эти старые змеи... Они умные, они знают, что делают, и это меня очень порадовало. Моя рука... На самом деле у меня пара магистральных вен. Я думаю, что она просто задела артерию, но у меня из руки хлынул небольшой фонтан. Где сейчас эта змея? Вот та, которая попала в меня, но в итоге я достал ее. Это удивительно. Какое огнестрельное оружие вы используете для охоты на питонов? Как правило, я использую только свои руки. Я ловлю их живыми. Для меня это самый безопасный и гуманный способ сделать это. Выстрелить змея прямо в мозг намного сложнее, чем вы думаете. И как правило, эти змеи ничего не боятся. Они думают, что замаскированы. Они главные хищники. Я могу подкрасться к ним, схватить. И как только я их схватю, вы знаете, что они никуда не денутся. Это превращается в борцовский поединок, но, к счастью, я одерживаю над ними верх. Чертовски хорошо. В любом случае, это спорт. Хотя никто так не охотится на оленей. Я бы рекомендовал 308-й. Это всего лишь я. Но я очень впечатлен. Рад видеть вас сегодня вечером. Удачи. Большое вам спасибо. Глен Гринвальд – один из самых смелых, трезво мыслящих людей в журналистике. Но он также, и если он вам уже понравился, вы будете рады познакомиться с любителем собак, который управляет приютом для бездомных собак из своего дома в Бразилии. Мы ездили туда. У нас есть видеозапись этого события. К тому же мы съели несколько жуков в прямом эфире. Вам не обязательно это делать. Мы расскажем вам, как они были. Мы сейчас вернемся. Добро пожаловать сегодня вечером в специальный выпуск Такера Карлсона на День Благодарения. В День Благодарения вы учитываете все то, за что вы благодарны. И, честно говоря, мы благодарны за собак. Глен Гринвальд тоже. Он один из самых храбрых и известных журналистов в этой стране, часто участвует в шоу. Чего мы не знали, да и вы, возможно, не знали, так это того, что он также любитель собак, который посвятил свою жизнь помощи собакам. Мы навестили его в Рио-де-Жанейро, посетили приют для животных в его доме и подумали, что покажем вам, на что это похоже. Доброе утро. Привет, ребята. Как поживаете? Эй, они говорят на двух языках. Как у вас дела? Это была собака, которая родилась в моем офисе. Ни в коем случае не та, чью мать я подобрал, когда она была беременна. О, какая красивая собака. Да, потрясающий. Он своего рода вожак этой стаи, этой части стаи. Это сестры. Эти две маленькие, похожие на худых черных собачки. Не так ли? Да, они как близнецы. Привет, о чем я могу просто спросить. Что здесь происходит? Извините, мы можем просто поговорить об этом. Что вы делаете? Это интересно. Собаки — это что-то вроде нашего пути в животный мир или что-то в этом роде. Они как будто являются мостом между нами и всеми другими видами. Животные — это разумные животные, которые чувствуют страдания, печаль, потерю и любовь. И заботятся о себе подобных, о своих детях и об их круге общения. Так что для меня они ворота к тому, чтобы заставить людей заботиться о животных в целом. Я имею в виду, что связь между собакой и человеком просто очень глубокая. Глубокая, и ее трудно по-настоящему понять. Это похоже на то, почему это так развелось. Это интересно. Я думаю, на каком-то уровне имеет смысл, что это была мудрая эволюционная стратегия для собак, чтобы установить такие хорошие связи с людьми. Но я думаю, что у них так много способностей к восприятию и пониманию мира, которые мы еще не начали понимать. Да, я согласен с этим. Поэтому я бы сказал то, что я скажу. Эта собака та, с кем я наиболее близок физически. Я всегда с ним. Он действительно не позволяет мне иметь такие же крепкие отношения с другими собаками. И честно говоря, как я уже говорил, я всегда считал его своим лучшим другом. Но потом я понял, что он больше похож на жестокого бойфренда. Как будто я убежден, что когда я сплю, он просматривает мой телефон ночью, просматривая мой WhatsApp, чтобы увидеть, с кем я разговариваю. Он очень, очень собственник. Как будто он не хочет, чтобы Себастьян подошел сюда. Сильвет, подойди сюда. Он действительно этого не ценит. Как его зовут? Кейн Кейн. Иногда случается так, что люди приводят сюда собак, которые якобы предназначены для приюта, как это. Мы просто влюбляемся в них. Мы говорим, эта собака не пойдет в приют. Это хорошая собака. Посмотрите на нее и скажите, вы видите. Что происходит, так это то, что она старая. Он такой, это пожилая собака. Ему по меньшей мере 10 лет, и он был очень травмирован, когда мы его забрали. Ему потребовалось около года, чтобы хотя бы приблизиться к кому-нибудь. Но он играет с ними целыми днями, так что младшие собаки держат собак в упаковке. Да, это правда. Значит, вы можете по-настоящему любить животных. Вы даже можете позволить четверым из них каждую ночь ночевать в вашей постели. Но вы также, вероятно, едите мясо. В этом нет ничего плохого, но ответственным людям это не нравится. Не то, чтобы они любили животных, но они все равно хотели бы, чтобы вы ели насекомых в своем крошечном стручке и были благодарны за это. Потому что это каким-то образом поможет справиться с изменением климата. Очевидно, что мы никогда не собираемся этого делать, но мы подумали, что возможно стоит посмотреть, на что это похоже, если нам придется. Так что в какой-то момент мы попробовали несколько пирожных с цикадой из чистого любопытства. Вот как все прошло. Такер, рад быть здесь. Да, выводок их звучит как конкурирующая банда во дворе средней школы, но это группа цикад, которые появляются каждые 17 лет. В последний раз мы видели их в 2004 году. Они примечательны тем громким звуком, который издают. Его часто слышно, когда мы ходим на пресс-конференции по всему Вашингтону округ Колумбия. Когда мы слышим политиков, их почти трудно расслышать. 100 дБ — это то, насколько громким может быть этот звук. Это интересно. Звук, который вы слышите от цикад, на самом деле является брачным призывом самца цикады к самке цикады, чтобы они могли завести детей. Бросьте их обратно в землю, и они выскочат 17 лет спустя. Они съедобны. Итак, Кер, у нас есть для Вас кое-какие съестные припасы из пекарни Райзинг Крик в Маунт-Моррис, штат Пенсильвания. Они прислали Вам там довольно много вкусных угощений, в том числе цикад. Мы должны сказать вот что. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что если у Вас аллергии на моллюска, то выбирайте креветки или омаров, раков и тому подобное. Если у Вас аллергии на них, не ешьте цикад. У Вас будет аллергическая реакция на цикад, потому что на самом деле они принадлежат к одному семейству, но в остальном их безопасно употреблять в пищу. Что касается Ваших домашних животных, то для них нормально есть их в умеренных количествах, если Ваша собака выйдет на задний двор и схватит их. Так Вы собираетесь попробовать одно из этих вкусных печеньев и сообщить об этом всему миру? Я должен быть очень вкусным. Я должен быть честен с Вами, бред. Мои продюсеры оставили это у меня на столе, когда я писал свои сценарии, и я никогда внимательно не смотрел на выпечку. И я уже съел одну, и я могу сказать, что мне стыдно в этом признаваться, но на самом деле это правда. Я не должен был этого делать, но я это сделал. Они просто выглядели слишком хорошо, и это было восхитительно. Но они попросили меня съесть один по телевизору, просто чтобы успокоить наших зрителей, которые немного опасаются употребления жуков в пищу. Которым любопытны жуки, как мы говорим в сообществе жуков. И я собираюсь это съесть. Вот этот торт прямо сверху. Да, я думаю, Вы обмакнете его. Честно говоря, это вкусно. Что-то в шоколаде. Это будет не так уж плохо. Я видел рецепты, появляющиеся в интернете от всех знаменитых шеф-поваров. Добавьте в них немного кунжутного масла, добавьте туда немного измельченного чеснока. Они будут потрясающими. Просто не становитесь другими. Дважды проверьте, прежде чем есть других жуков. Но просто знайте, что цикады пока в безопасности. Они хороший источник белка. Так что в целом, как Вы говорите, они не так уж плохи. Так что, может быть, каждые 17 лет у нас появляются какие-нибудь интересные съестные припасы с участием насекомых. Единственное, что меня немного портит, это то, что я знаю, что Билл Гейтс одобряет это. Так что это последний раз, когда в цикадах нет микрочипов. Они слишком долго пролежали в земле. Мы этого не знаем. Бред, Бред Ларсон. Большое спасибо. Обоснованное замечание. Так что у нас есть слабость к странным скандалам с мошенничеством, если таковые случаются. Мы освещали их в шоу, но ни один из них не приблизился к уровню экзистенциальной странности, как то, что произошло на конкурсе красоты в Саудовской Аравии. Это история с участием арабов, ботокса и верблюдов. Мы сразу расскажем Вам, как они сочетаются. Добро пожаловать в специальный выпуск Такера Карлсона сегодня вечером. Счастливого дня благодарения. Мы благодарны за животных, поэтому сегодня вечером мы делаем специальный выпуск для животных. Вы действительно не можете сделать специальный выпуск для животных, не принимая во внимание жизнь отвратительного конгрессмена Эрика Суолвилла из Калифорнии. Как мы Вам много раз говорили, это человек, которого поймали за сексуальными отношениями с китайским шпионом по имени Фанк Фанк. Но это еще не все, чем он занимался. У Эрика Суолвилла какие-то странные пристрастия к верблюдам. Когда его оставляют на произвол судьбы, Эрик Суолвилл взбирается на верблюда на одном из его горбов и катается на нем без рубашки по аравийской пустыне. Мы это не выдумываем. Он это сделал. У нас есть фотографические доказательства, так что это должно быть стало шоком для Эрика Суолвилла, поклонника верблюдов. Когда десятки верблюдов, подобных тому, которого Вы сейчас видите на экране, недавно были отстранены от участия в региональном конкурсе красоты в Персидском заливе за использование ботокса, чтобы сделать их еще сексуальнее, чем они уже есть. Почему это происходит? Америка. Мы отправили наши камеры в Саудовскую Аравию, чтобы выяснить это. Мы направились прямо к источнику этого. Форест Галланди — биолог по дикой природе. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Большое спасибо, что пришли. Итак, давайте предположим, что у Вас есть верблюд не по своей вине, который просто необычайно не привлекательен. И Вы думаете, что я собираюсь исправить это разговором по губам или заколкой для ушей. Они не могут дать согласия. Следует ли это допускать? Такер, Вы могли бы задать тот же вопрос о своей собаке дома, не так ли? Вашим собакам подстригают хвосты, прижимают уши. И это не делает новость справедливыми. Это по сути одно и то же. Это домашнее животное, которое Вы изменяете. Вы высказываете действительно мудрое и здравое замечание, которое к стыду своему никогда не приходило мне в голову. Как это не привлекательно, потому что я думаю, что с западной точки зрения все верблюды выглядят одинаково. Видите ли Вы большое разнообразие в эстетике верблюдов? О, безусловно. Это снова возвращение к аналогии с домашним животным. Это точно так же, как Ваша собака дома. У некоторых людей красивые собаки, выставочные качественные собаки. Другим повезло меньше. Вот в чем дело, Такер. Я живу в Южной Калифорнии, поэтому я видел увеличенные горбы и раздутые губы практически каждый день там, где я живу. Так что это не самая противоестественная вещь в здешнем мире. И теперь мы указываем на это как на проблему там, на верблюдах, и это своего рода небольшая двойная проблема. Это такая умная эмоция. Только не говорите мне, что в Саудовской Аравии им имплантируют горбы. Горбы разных видов, но это то, что они делают там для своих верблюдов. Они делают наполнители ботокса на губах. Они растягивают вещи. Они раздувают горбы. Они делают всевозможные пластические операции, чтобы попытаться улучшить красоту и эстетику этих верблюдов. Потому что призовой фонд, кстати, огромен миллионы и миллионы долларов. Они действительно могут быстро выиграть. У меня нет большого опыта работы на верблюдах, но есть несколько ужасных личностей на верблюдах. Самое мерзкое животное, созданное Богом. Они могут это исправить. Нет, они, как правило, придурки. Они действительно такие. В этом вы не ошибаетесь. Но время от времени у вас появляются возлюбленные. И если хотите знать мое мнение, они все прекрасны. Если вы потянете короткий конец палки, то получите уродливого верблюда. Любите его за его индивидуальность. Форест Гленси действительно сегодня вечером решает одну из самых неприятных проблем на Ближнем Бостоке. Мы благодарны вам за то, что вы пришли. Большое вам спасибо. Спасибо Такеру. Мы уже рассказывали вам об одном борце из колледжа, который оказался героем, когда это имело значение. На его друга напал медведь, и он спас его. Другому человеку в Сибири повезло не так сильно. Он сломал спину, и его держали в берлоге, медвежьи берлоги, в качестве объедка в течение месяца после того, как его затащил туда разъяренный бурый медведь. Согласно сообщениям того времени, мужчина выжил. Каким-то образом. Мы не хотим вас шокировать. Он выпил собственную мочу. Это то, что они нам сказали. Позже его нашла группа охотников, которые спасли его и отвезли в больницу. Это довольно примечательная история, вероятно, слишком примечательная, чтобы быть правдой. Мог ли человек действительно прожить месяц в медвежьей берлоге без еды, со сломанным позвоночником и только мочой в качестве напитка? Могло ли это случиться? Мы спросили нашего собственного медицинского эксперта, доктора Марка Сигела, о правде. Это одна из тех историй, в которую хочется верить, что она правдива с точки зрения человеческой физиологии. Возможно ли это? Может ли это быть правдой? Вы знаете, это возможно при нынешних обстоятельствах, преследующих обстоятельствах. Во-первых, бурые медведи обычно никуда не тащат людей. Люди не являются их добычей. Но если он нападет на детенышей или подвергнет их риску, медведь может разозлиться. А эти бурые медведи иногда запасают пищу и ждут некоторое время, пока пища не разложится, а затем съедают ее. Так что вполне возможно, что он пробудет в этой пещере месяц. Он может выжить без еды. Такер, вы можете прожить недели и недели без еды. Махатма Ганди выдержал пост в течение 21 дня без еды. Однако вам нужна вода, и вы не выживете, выпивая мочу так, как он говорит. Это часть истории. Я не верю, потому что моча очень соленая, это приведет к еще большему обезвоживанию. Вы могли бы выжить со сломанными костями. Вы можете так выглядеть, потому что участки вашей кожи будут отшелушиваться из-за недостаточного притока крови. Организм защитит свои жизненно важные органы, а кровь, глюкоза и кислород поступят к жизненно важным органам. Но вот как вы могли бы выжить, если бы пили из каменных сосулек в пещере. Если в воде, которая капала вниз в пещере, есть минералы, и если вы пьете ее, вы могли бы выжить. А там сейчас холодно. В Туве, которая находится недалеко от Монголии, около 2728 градусов. Чем холоднее, тем больше шансов, что вы выживете, потому что ваши органы остаются живыми дольше, в том числе ваш мозг. Я думаю, что это возможно. Я думаю, что это правдоподобно, но не в том, что касается мочи. Вам нужно было бы как-то добыть воду. Если бы у него была вода, он мог бы выжить. Это обнадеживает, потому что часть мочи, конечно, тоже отвратительна. Доктор Сигел, рад вас видеть. Ваше мужество тоже поразительное. Если это случилось, спасибо вам, Тайкер. Это удивительно. Это удивительно. Нет ничего лучше крутой группы сибирских охотников. Чикаго – один из величайших городов мира. Он глубоко разлагается при своем сумасшедшем мэре. Это откровенный расизм. Мэр Лори Лайтфуд. Город не только становится более жестоким, гораздо более жестоким, он еще и становится грязнее. Настолько грязным, что крысы заполонили Чикаго. Чикаго сейчас самый грязный город Америки в Америке и завоевывает этот титул уже восемь лет подряд. Жители жалуются, что им страшно сидеть на собственных задних дворах из-за крыс. Поэтому у Лори Лайтфуд было решение выпустить тысячу диких кошек в Чикаго. Это сработает? Мы поговорили с настоящим экспертом по крысам, Зе Ред Рэнглер Джорданом Ридом. Вот его взгляд на этот план. Скажите нам, когда вы слышите о людях, выпускающих диких кошек, чтобы держать крыс под контролем, вы тихо подсмеиваетесь про себя, не так ли? Невежества совсем немного. Дикие кошки хорошо известны своими проблемами, которые они причиняют местным видам, и они неизвестны тем, что ловят крыс. Да, верно. И, кстати, любой, кто хорошо знаком с дикими кошками, знал бы это. Так, что бы вы посоветовали? Ну, мне нравится пропагандировать использование собак, и я хорошо известен своей работой здесь, в Калифорнии, штате Орегон, по использованию терьеров, а также по решению проблем управления, которые создают крыс. Терьеры, как их давным-давно называли в Великобритании, крысоловы стукающие собак. Сколько крыс может хорошо обученная собака стукачь, терьер уничтожить в течение вечера? Вы бы сказали, примерно так? Ну, я часто выхожу со своими собаками на 3 или 4 часа, но на фермы, и за этот период я поймал более нескольких сотен с 3 или 4 взрослыми собаками. Несколько сотен. Это замечательно. Вы позволяете своим собакам есть? Нет, сэр, на всякий случай, если они отравлены. Обучение бросать их одна из первых команд, которые они выучивают. Да, так что, как птичья собака, вы не едите перепелку, вы бросаете ее к ногам своего хозяина. И последнее, извините, я просто хожу вокруг и собираю их. После того, как они умрут, что вы с ними делаете? Мы отдаем их сокольничьим и компостируем. Да, ничто не пропадает даром. Используйте крысу целиком. Мне это нравится. И последний вопрос. Что думают об этом ваши собаки? Насколько они гордятся тем, что убили 200 крыс за ночь? Я бы ответил на этот вопрос, сказав, что причина, по которой я выбрал это в качестве своего развлечения, заключается в том, что я принимаю истинную природу собаки. Так что я верю, что это действительно заложено в природе животного. И поскольку я люблю терьеров, я должен дать им занятие, которое мне нравится. Я тоже люблю собак, и я полностью с вами согласен. Несколько лет назад, чтобы не хвастаться, мы сделали своевременный и очень важный сегмент, посвященный тайной жизни панта. Это было довольно прямолинейно, не вызывало споров, но это спровоцировало многих людей слева. В этой стране все еще есть очаги антипандийских настроений, и они вышли на поверхность. Второго числа мы сделали следующий сегмент. Вот что мы сказали. Вы знаете официальную историю о пандах. Они милые, но восхитительно беспомощные, именно поэтому они почти вымерли. Но как и многое из того, что мы слышим, это ложь. Согласно сегодняшней цитате из Wall Street Journal, настоящая панда – это тайный жеребец со вкусом плоти и устрашающим укусом. Панды, оказывается, могут легко убить вас, если им этого захочется. Слава богу, они этого не делают. Они тоже не против секса. Они просто ненавидят несексуальные зоопарки. Но когда они находятся в дикой природе, самцы панд вступают в ожесточенное сексуальное соперничество. Победитель занимается сексом 40 раз за один день. Хорошо, что панды так отвлекаются на свою личную жизнь или людей. Кто был бы вымирающим видом? Есть еще за что быть благодарным. Думаете, нападение акул не настоящее? Буквально в прошлом месяце серфер из Северной Калифорнии по имени Джарри Трейнер катался на доске для серфинга, когда его внезапно утянула под воду большая белая акула. Он объяснил нам это в поразительных подробностях и рассказал, что ему нужно было сделать, чтобы освободиться из пасти этой акулы. Мы расскажем вам об этом в следующем выпуске Такера Карлсона на День Благодарения сегодня вечером. Животные. Добро пожаловать обратно в это издание Такера Карлсона на День Благодарения с животными сегодня вечером. Немногие люди могут сказать, что столкнулись лицом к лицу с большой белой акулой и выжили, но серфер Джарри Трейнер из Северной Калифорнии может сказать, что он это сделал. Он катался на доске для серфинга в течение ужасного месяца акульего октября, когда внезапно его ногу схватила большая белая акула и его утащила под воду. Но он был достаточно жив, чтобы присутствовать на собеседовании с нами. Поэтому мы спросили его, как вы выжили. Вот оно. Вы беспокоились по этому поводу? Калифорния? У берегов Калифорнии много акул. Вы когда-нибудь беспокоились об акулах? Это, наверное, один из моих самых больших страхов за долгое время. Тем не менее, я занимаюсь серфингом, несмотря ни на что, и я занимался серфингом вдоль и поперек побережья, но по большей части я занимаюсь серфингом здесь, в округе Гумбольд. И это определенно было у меня на уме. Я живу в городке или городе под названием Фортуна, и варианты серфинга, которые у нас есть на местном уровне, довольно отдаленные, и там не так много движения или людей в воде. Так что серфинга там совсем немного. Вы определенно об этом думаете. Я бы сказал, что, вероятно, более чем в 70% случаев. Я занимаюсь серфингом там один, так что это было у меня на уме. И поскольку сейчас октябрь месяц, у меня были кое-какие мысли по этому поводу. И да, в тот день я думал об этом больше, чем обычно. Наверное, просто потому, что было начало октября. Это здорово, когда сбываются ваши худшие опасения, потому что тогда, по крайней мере, вы избавляетесь от этого. Как вам это удалось? Эта большая белая акула вцепилась в вас. Как вам удалось от нее избавиться? В то время я только отплыл. Я, наверное, пробыл в воде минут 10. И вы знаете, между набегами волн у вас есть немного времени, чтобы подумать о чем угодно. Так оно и было. В тот момент это даже было у меня на уме. А в воде было много тюленей. Так что на самом деле все произошло так быстро, что я действительно подумал, что это тюлень. И поэтому я вроде как пришел в себя, пока был под водой, и большая часть давления была вокруг моего колена, и оно было более локализованным. Поэтому я подумал, что это мог быть тюлень. И да, я в значительной степени просто нанес ему один сильный удар. И он довольно быстро освободился, и я добрался до своей доски и поплыл. Вроде как не зная, что у меня, знаете ли, много рваных ран, и я даже проверил свое колено, чтобы увидеть, не порвал ли он мой гидрокостюм, и почувствовал небольшую порву. И почти сразу я почувствовал некоторое неудобство или волнение из-за того, что тюлень мог заразить меня инфекцией. И поэтому, когда я добрался до пляжа, я понял, насколько это серьезно. Удивительно. На самом деле нет ничего круче, чем пережить нападение большой белой акулы. Так что поздравляю вас с тем, что вы остались живы и получили невероятный опыт. Джарри Трейнер, спасибо вам. Итак, есть одомашненные животные, есть дикие животные, а есть и по-настоящему дикие животные, которыми просто не может управлять человек. Недавно мы разговаривали с человеком, который смог сосуществовать и развивать глубокие эмоциональные чувства к самому неконтролируемому животному из всех, аллигатору. Удивительная история. Посмотрите на это. Как вы познакомились с вашим аллигатором? В то время, как на самом деле он был диким аллигатором, он был спасен в Орландо, штат Флорида, в Диснейленде, в одной из тамошних лагун. Друзья шахты спасают рептилии во Флориде, и он привел его ко мне на следующий день. На самом деле, шесть лет назад, фактически в сентябре. Сколько лет было аллигатору, когда вы впервые поймали его? Ему около 18 месяцев и около 20 дюймов в длину. Поэтому я думаю, что вопрос, который задают все, кто смотрит это, заключается в том, как этому человеку удается не быть съеденным аллигатором. Вас это вообще беспокоит? Быть съеденным у Оли? Нет, во-первых, мы не входим в пищевую цепочку аллигаторов, крокодилов и кайманов. Но вы не можете приучить аллигатора не кусаться, пока он просто предпочитает не кусаться. Вырывайте у него зубами все, что он отказался кусать. Мы не знаем и не можем понять, почему. Это удивительно. Так вы хотите сказать, что это так же необычно, как выглядит? Люди не целуются с аллигаторами по какой-то причине, но вы только что это сделали. У Оли необычный аллигатор. Ой, я целуюсь, потому что люблю этого аллигатора. Раз он вас не ест, то что же он ест? Он ест только куриные ножки, дохлых крыс и сырную слоеную кукурузу. Другие аллигаторы, с которыми я имел дело за последние 30 лет, заставили бы вас покормиться ими. Простите. Так что куриные ножки, дохлые крысы и сырная слоеная кукуруза. Да, да, это потрясающе. Какая диета? Где он живет? Он живет в моей гостиной. Он живет в моем доме. У меня в гостиной есть пруд объемом 300 галлонов. Он управляет всем моим домом. Потрясающе. Насколько большим он собирается стать? О, он может весить в среднем около 1516 футов и более 1000 фунтов. Вас это беспокоит? О, вовсе нет. Вовсе нет. Я знаю его движения. Я знаю его движения. Как я уже сказал, его оценивают каждый год. Но мы даже не выяснили, что на самом деле его злит и выводит из себя, так что мы пока этого не знаем. Я должен сказать, что отнесся к этому скептически, мистер Хенни. Но я отчасти тронут этим. Я думаю, что это действительно хорошая история, и у вас, похоже, отличные отношения с Оли Гейтером. Спасибо, что присоединились к нам.